маткульт привет делимость часть 2 степень вхождения ну вот теперь после того как мы уже в общем по сути знаем про эти простые что произведение двух которые не делятся на простое тоже не может на него делиться мы уже чуть лучше это все понимаем ну давайте выведем еще из этого факта основную теорему арифметики и так основная теорема арифметики любое натуральное число единственным способом раскладывается произведение простых что значит единственным ну вот начал раскладывать n равно а умножить на b но если он было простым то сразу н равно n все разложил если нет то они сознать она составное тогда есть какие-то два множители они тоже могут быть простые или составные но вот так ты до упору когда раскладываешь в конце концов возникнет какое-то разложение уже на простые потому что длина разложения на множители больше единицы ограничено логарифмом двоичным числа n то есть количеством 1 которое нужно двойку умножить на себя чтобы получить n больше множителей здесь не может быть принципе и поэтому в конце концов у вас всегда получится разложение на простые ну рекомендую просто по как сказать по тренироваться с какими-нибудь числами берете раскладывать еще дальше раскладывается еще раскладываете еще раскладывается еще раскладываете пока у вас не получится уже простые числа и это довольно быстро как правило все заканчивается ну и получается некоторые разложения на а множители простые, в которых они могут повторяться. Я утверждаю, что такое разложение для любого натурального числа единственно с точностью до перестановки этого набора. Доказательства. Предположим, доказательства от противного. Пусть нет. Тогда существуют какие-то числа с разными разложениями, в принципе разными, то есть не получающимися перестановкой. Возьмем самое маленькое из них. Самое маленькое. То есть, вот это вот самое маленькое число, M, оно уже по-разному раскладывается, а все предыдущие раскладываются только одним способом. Ну, то есть, понятно, что мы можем про первые несколько проверить на компе, что они единственным образом, или вручную проверить. Ну, вот предположим, что не все числа имеют единственное разложение, тогда есть какие-то числа, которые раскладываются разными способами. Ну, тогда среди них, понятно, можно выбрать самое маленькое, просто перебором сверху вниз найти самое маленькое, имеющее два разных разложения. Так вот, из того, что оно самое маленькое, следует, что наборы не пересекаются. Ни один из множителей, вот простых множителей в этом наборе не может совпадать ни с одним из множителей в этом. Почему? Потому что если бы какие-то множители совпали, то я бы сократил их тут, и получилось бы разложение меньшего, чем M числа. А именно числа M делить на P, на которое я сократил, тоже двумя разными способами. Но мы предположили, что M самое маленькое, которое раскладывается разными способами, остальные уже меньше и раскладываются только одним. А значит, самое маленькое, оно с необходимостью раскладывается, если и раскладывается разными способами, то только на полностью не пересекающиеся наборы простых. Типа там, типа 11 в пятый на 17 на 2017 равно 3 в десятый на 101 на... Ну и хватит там, не знаю, на 37. Ну вот что-то вот такого рода. То есть не здесь, не здесь и здесь нет одинаковых простых. Все-все простые входящие сюда, все различные. Это я сгруппировал по степеням уже сразу. Вот в этой записи было бы 11 умножить на 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 17 умножить на 2017 равно 3 на 3 на 3 на 3 на 3 на 3 дырка. На 3 на 3 на 3 на 101 на 30. Вот. Ну и что мы тогда делаем? Тогда, раз нет пересечений, то P1, P2, PR все они не равны Q1. Но если они простые числа, то из того, что они не равны Q1, следует, что они на него и не делятся. P2 не делится на Q1. И так далее. PR не делится на Q1. Q1 простое, поэтому из того, что несколько чисел на него не делятся, следует, что и произведение, равное M, тоже не делится на Q1. А это уже явное совершенно противоречие. Потому что M равно Q1 умножить на какое-то натуральное число. То есть M из-за второго разложения, M делится на Q1. А из первого разложения следует, что не может делиться. Потому что если простые числа различные, то они друг на друга не делятся. Ну а произведение чисел, не делится на Q1, не может делиться. Вот мы и пришли к противоречию. Тем самым, действительно, любое число единственным способом представляется в виде произведения простых. После этого обычно собирают в группы и пишут P1 в степени альфа 1, P2 в степени альфа 2 и так далее. PR в степени альфа R. Где все ПИТы разные уже. То есть после того, как мы поняли эту теорему, мы любое число раскладываем вот такое произведение уже, где все числа простые и разные, и у них появляются степени. Этим мы будем пользоваться при решении задач. Итак, вот теперь мы уже с основной теорием арифметики, понимаете, да, вооружившись ею, можем вернуться к этому листочку замечательного про степень вхождения. Основная теория арифметики дает нам право рассуждать про степени вхождения. Иначе бы даже права не было, на самом деле, никакого. Потому что там сразу были бы какие-то противоречия всякие со здравым смыслом. Вот, на этим теорием чисел занимаются, конечно, этими противоречиями. Но мы не будем. Так, давайте будем решать сразу те, которые... Да самостоятельно. Тут еще две задачи. А, тут еще три задачи, там, типа, на сколько нулей оканчивается число 100 факториал. Но это вы сами решите. А мы решим вот числа, которые самостоятельно... Что я сказал? Числа. Мы решим шесть задач, которые предлагается решить самостоятельно. Первое. На какую максимальную степень числа 2023 делится 444 факториал на 2023 вкатый? К максимальное какое? Можно даже написать, было бы ν, если 2023 было бы простым, то мы бы искали ν 2023 по 444 факториал. Но дело в том, что для непростых чисел не рассматривается степень вхождения, хотя, конечно, формально можно дать определение такое. Вот. Но вот, так как, на самом деле, 2023, это, как вы, наверное, все знаете, 7 умножить на 17 в квадрате. Очень забавное и странное разложение у нашего с вами года. Очень такое удивительное разложение. И поэтому, на самом деле, кирпичики для решения задачи, это число 7 и 17 в квадрат. То есть, я бы сказал так. Число m делится на 2023 вкатый, тогда и только тогда, когда m делится на 7 вкатый, и m делится на 17 в степени 2к. Вот, значит, ну вот, опять же, в одну сторону слева направо это очевидно, а в другую опять требует, на самом деле, основной теоремой арифметики, чтобы доказать, что если делится на 7 вкатый на 17 в степени 2к, то делится на 2023 вкатый. Там надо выделять... Давайте я не буду, я не буду здесь это подробно рассказывать, потому что это очень похоже на трюк, который я использовал при доказательстве, что произведение двух чисел, не делящихся на p, тоже не делится на p. Оставлю его, это такой трюк. Вот, там потребуется уравнение диафанта в явном виде, совершенно для произвольных чисел взаимопростых. Вот. Ну и, соответственно, нам надо что? Нам надо выяснить, на какую степень семерки делится 444 факториал максимальную. То есть нам надо выяснить, надо ν7 от 444 факториал и ν17 от 444 факториал. И дальше мы из них скомпонуем. Мы посмотрим, какая из них больше. Точнее, вот здесь нужно еще на 2 поделить будет, потому что нужна делимость на 17 квадрат. Вот. Поэтому, значит, мы... Ну, совершенно ясно, что семерка входит сюда в гораздо большем количестве вхождений. Да, у нас 2, 1 на 2, на 3 и так далее на 7. Вот в этот момент уже наступает делимость на 7. Потом еще раз мы пишем до 14. Опять делимость на 7. То есть каждые 7 раз у нас получается делимость на 7. Ну и понятно, что таким образом у нас степень вхождения... Да, можно написать даже формулу. Степень вхождения простого числа в факториал. Это сколько раз, во-первых, появляется семерка, она каждый седьмой раз появляется, поэтому нужно 444 поделить на 7. Ну и взять целую часть вниз, обычную целую часть. Потому что если чуть-чуть не добивает до... Как бы сказать... Ну, например, здесь я напишу еще 15, 16, 17, да? В 17 факториал будет входить 7 два раза. На седьмом месте и на четырнадцатом. Поэтому просто целая часть, целая часть. Но это еще не все. Дело в том, что... На сорок девятом месте появится не просто делимость на 7, а делимость на 7 в квадрате. И так будет появляться каждый сорок девятый шаг. И это прибавит еще вот столько моментов, когда на самом деле одна еще дополнительная лишняя семерка выпала. Семеркой с 49 мы уже и так вот здесь учли одну. А вторую семерку мы учтем, когда мы посмотрим, сколько чисел делится на 49. Ну, на самом деле, еще будет сколько-то чисел делиться на 343. И это, соответственно, 7 в кубе. Ну, и вот такая сумма и есть. Это, на самом деле, общая формула совершенно очевидная, что степень вхождения простого числа P в n факториал равна сумме вот таких вот целых частей до того момента, когда имеет смысл, значит, это писать. То есть, где P в L плюс 1 уже больше n, а n больше или равно P в L. Вот, то есть до такого L сумма. Ну, и вот видно тут сразу ясно, что 17 накладывает гораздо более суровые ограничения, чем накладывает 7. Семерок тут до хрена. Патронов до хрена, как поет Башаков. Семерок до хрена. А вот 17 появляется не так много раз. Это будет 4,44 делить на 17 целая часть. Плюс 4,44 делить на 17 в квадрате. То есть на 289 тоже целая часть. 17 в кубе уже больше, чем 4,44. Поэтому уже следующую поправку к этой формуле делать не надо. Это не у 17 от 4,44 факториал. Ну, а соответственно, так как нам еще надо вычленить делимость на 17 в квадрате, то нужно поделить это на 2 и снова взять целую часть, кстати. Семерок там будет предостаточно при этом. Нам важно, чтобы на 17 в квадрате в нужное количество раз. Ну, что это такое? Это 20. Так, 340, да? Это будет, получается, 20. И еще... Сейчас. 4,44 делить на 17. 2,34, 104. О! 6 и 17 как раз 102. Вот. То есть это 26. И это будет еще 1. Равно 27. Вот. Отсюда на 17 в квадрате в 13 степени делит 4,44 факториал. А 17 в квадрате в 14 уже не делит 4,44 факториал. Поэтому 4,44 факториал делится на 2023 в 13 степени. А на 14 уже не делится. Ответ 13. Вот такая задача. Уже первая вполне себе нетривиальная. Так. Пятую вы решите сами. Там, значит, очень красиво. Это на ту же серию, это на ту же тему абсолютно. Значит, есть такие числа очень важные. Называются бинумиальные коэффициенты. Когда я первый раз с ними сталкиваюсь, ты думаешь, а какого хрена они целые вообще? Ну, вроде понятно, какого. Это же подсчет каких-то там количеств слагаемых. Да? Как он может быть не целый? Ну, в принципе, выглядит формула так. С из n плюс n по n равно m плюс n факториал. Делить на m факториал и на n факториал. А вот. И тут вот как бы, ну, часть факториалов тут сократится. То есть часть вот у нас получит 1 на 2, на 3, на m, на m плюс 1, на m плюс n. И тут делить на 1, на 2, на 3, на так далее, на m. И еще на 1, на 2, на 3, на так далее, на n. Вот. Ну и если да, если не пользоваться чеченским приемом, что это целые числа, потому что это подсчет количества, значит, там каких-то этих самых... Количество вхождений a в m на b в n в бином вида a плюс b в m плюс n, то тогда надо непосредственно убедиться, что верхняя часть полностью сокращается с нижней вот в такой записи. Ну и здесь, да, здесь тоже, в общем, помогает степень вхождения как понятие, потому что вот сюда мы будем... Тут как бы для каждого простого числа, каждая pt будет давать вам делимость на p. А здесь не позже, чем pt. То есть p подряд чисел всегда делится на p. Одно из них, понятно, да, как бы дает остаток 0. Вот. Ну и тут вот не более чем через p шагов будет, и потом будет, соответственно, тоже не более чем через 2 p шагов будет вторая p. А здесь ровно через p шагов, первая p шага ровно через еще 2 p шагов, соответственно, всего вторая p шага. То есть здесь они появятся не позже, чем здесь. И, соответственно, то же самое можно сказать про квадраты, которые дадут дополнительную делимость на p. Здесь они появятся не позже, чем здесь. Ну и, соответственно, nu p от числителя просто никак не может быть меньше, чем nu p от знаменателя. Вот. А тогда это означает, что, так как фактически что такое число? Любое число это произведение p шагов в степени nu p от этого числа. То есть сколько раз простое в некоторых степени входит в число. Вот сюда любое простое входит в степени, которая больше или равна степени вхождения простого в нижнее. Значит, любое простое число сократится полностью внизу, сверху. И, значит, здесь будет целочисленность, натуральность. Ну вот я на самом деле доказал. Я сказал, сами докажите, но доказал. Но доказал, может быть, немножко кратко. Так, и вот начинаются реально крутые задачи. Два. Найдите наименьшее натуральное число среди делителей, которого есть четыре, ни один из которых не делится на наибольший общий делитель трех других. У оператора глаза свелись в одну кучу. У меня тоже. Когда я первый раз это увидел, я ее решал тоже на лыжах. Я катался на лыжах в... Так, где я катался? Где-то все время где-то катаюсь. То там, то сям катаюсь. В общем, я уже 11 раз был на лыжах за этот... Или 12, даже я еще с женой был. Или 11. Так. А, не-не-не-не-не. 11 раз. Вот. Но это на 4 декабря. Это же выйдет гораздо позже. Так вот, я катался и решал. Итак, найти наименьшее натуральное число среди делителей, которого есть четыре, ни одно из которых не делится на наибольший делитель трех остальных. То есть, N делится на A, N делится на B, N делится на C, N делится на D, D не делится на нод, A, B, C и так далее. Не буду же записывать целиком. Какое наименьшее число существует, у которого, значит, наименьшее число с этим свойством. Вот. Ну, а как бы даже не знаю, просить ли вас нажимать на паузу. Ни одна из задач, которые тут предложены, не решается быстро, кроме, может быть, третьей. Третью предложу нажать на паузу. А, ну и шестая так. Тоже туда-сюда. Вот. В общем, давайте докажем теорему. Теорема. При этом условии, при этом условии, число простых, количество простых чисел, Количество простых чисел. Нет, я не могу, сейчас ничего не будет понятно, если я сейчас сформулирую. Я сейчас к ней постепенно приведу. Это настолько трудная задача, что к ней надо подходить постепенно. Итак, давайте обозначать все подряд. Обозначать. Что мы сейчас обозначим? Пусть q любое простое число. Просто любое простое число. Тогда определены степени вхождения. a равно q в степени α на а с волной. b равно q в степени β на b с волной. Соответственно, c равно q в степени γ на c с волной и d равно q в степени δ на d с волной. Вот. Ну, это для любого простого часа можно написать. Так, ну и теперь смотрите. Два варианта. Два варианта. Первый вариант. Первый вариант, что минимум из α, β, γ, δ уникален среди α, β, γ, δ. Ну, то есть, минимум из этих четырех чисел определен конкретно и однозначно. А другое, что минимум повторяется. Ну, вот, например, ну, как бы здесь вот давайте, какой пример? Например, q в квадрате, q в первой, q в первой, q в нулевой, да? Вот они. То есть, d вообще не делится на q. c и b делится на q один раз, а а делится на q квадрат. Вот. А здесь, например, 3, 2, 1, 1. То есть, у меня, соответственно, там два младших, самых, ну, с минимальной степенью вхождения повторяются друг с другом. Вот тут ключевой момент рассмотреть эти две возможности. И в первом случае, в первом случае нод, вот среди вот этих трех, да, нодов, ой, среди четырех нодов, извините, среди нод А, Б, С, Д, А, Б, С, Нод А, С, Д, нода А, Б, Д и нода Б, С, Д, вот в этом случае, давайте прямо вот в этом, вот в этом случае, среди этих нодов, q входит трижды в нулевой степени, один раз первый. q в нулевой, q в нулевой, q в нулевой, q в первый. Ну, а если говорить более общо, то в этом случае q входит в какой-то большой степени, один раз и три раза в маленькой. То есть, грубо говоря, если минимум достигается ровно на одном из наших четырех делителей, минимум делимости на простое число q, то в нод, нод это наибольший общий делитель, в нем q будет содержаться столько раз, сколько в минимальном из чисел. Соответственно, в трех случаях, когда d, вот это вот, которое совсем не делится, да, ну, у которого меньше, наименьшее из них, попадается, в трех этих случаях будет именно эта степень, самая маленькая. А в одном случае, когда d нету, будет большее на единичку. Надо просто это запомнить. Что для любого простого, для которого, для которого, значит, у нас делимость, для которого степень вхождения минимальная не, для которого степень вхождения минимальная уникальна, для него появляются вот такие три значения для, значит, для степени вхождения нодов. Три самых маленьких, одна самая большая. И вот тут появляется, как бы, возможность, что вот там, что это не делится на это, да, то есть вот d, d не будет делиться на нод оставшихся трех, потому что нод оставшихся трех имеет q в большую степень вхождения. То есть с точки зрения простого q, в d он войдет в меньшей степени, и d уже точно не будет делиться. Вот, то есть появление вот такого вот q и освещает тот факт, что d не делится, значит, на наиболее. Одно из них не делится на наибольший общий делитель тех трех уже гарантировано. То есть как только появилось такое q, уже есть гарантия неделимости. Но теперь давайте посмотрим, что происходит вот в этом случае. В этом случае среди вот этих все одинаковые. И тогда никакого препятствия здесь к делимости нет с точки зрения простого q. Потому что все ноды будут иметь степень вхождения один. Тогда все они будут одного вида. q вельтый, q вельтый, q вельтый, q вельтый, где или это как раз вот этот минимум из этих чисел. Если он дважды повторяется, то четыре нода все его будут содержать. В каждой тройке обязательно будет одно из двух чисел с минимальной степенью вхождения. И вот у меня все повторится. И тогда, ну грубо говоря, если по другим простым числам все будет хорошо, то это простое число не представляет препятствий к тому, чтобы каждое число делилось на ноты всех остальных. Не представляет. Потому что с точки зрения вхождения вот такого простого числа, оно в одинаковой степени войдет во все ноды. И, естественно, в не меньшей степени войдет во все числа. Так вот. Теорема. Существует минимум четыре простых, в которых, значит, реализуется первый вариант. Для нашего вот числа n. Вот. То есть, если мы нашли такое число n и такие его четыре делителя, то как минимум четыре различных простых, различных простых, такие, что у них будет вот так. А не вот так. Доказательства. Ну, в общем-то, доказательства довольно простые. После того, как ты понял, что надо доказывать, уже, в принципе, понятно. Значит, от противного, естественно, от противного, от противного, от гадкого, отвратительного. У нас, пусть есть только три таких числа. Q1, Q2 и Q3. И все. А остальные числа не представляют никакой угрозы. Да, в остальных числах, остальные числа простые, войдут во все ноды в одной и той же степени. Значит, соответственно, препятствия представляют только эти числа для делимости. Ну, и тогда у нас, соответственно, четыре нода и три простых, и каждый из простых входит в маленькой, в маленькой, в маленькой и один раз в большой. Это тоже в маленькой, в маленькой, в маленькой и в большой. И это тоже в маленькой. Ну, еще проще будет, когда у вас два числа простых или одно вообще. Там совсем уж все тривиально будет. Это уж сами разберите. Вот. А я разберу. Ну, можно даже как сделать? Можно, если всего два или один, то просто остальные еще какие-нибудь взять. Ну, ладно. Короче, там еще проще. Вот. Вот у меня получается такая таблица вхождения в ноды. То есть у меня есть четыре нода, и по каждому простому три из них имеют маленькую степень вхождения, а один большую. Но получается, что нодов-то не хватает на все большие степени вхождения. Четыре нода и только три вхождения больших. Значит, в один из нодов войдут только маленькие. Q1 в степени М1, Q2 в степени М2, Q3 в степени М3. Ну, очевидно, что на этот нод поделится любой остальной нод. То есть все остальные ноды поделятся на этот. Потому что в нем все вхождения маленькие. А большее вхождение на меньшее делится. Ну, а с точки зрения остальных простых, так там еще проще все. Потому что там просто одинаковые вхождения всех простых в ноды. Вот, значит, соответственно, все нод делятся на это. Ну, и отсюда, значит, что все числа тоже делятся. Потому что число всегда делится на свой нод. А если нод делится еще и на это, значит число тоже делится. Значит, соответственно, получается, что все числа делятся на этот последний нод. И это противоречит условию, что каждый из четырех чисел не действует на нот остальных трех. Вот и все. Значит, теорема доказана, и число, как минимум, произведения четырех различных простых. Ну, самое маленькое число, которое является произведением различных четырех простых, это 210. И очень легко подобрать А, Б, С и Д. Естественно, это дважды трижды пять, это дважды трижды семь, это дважды пятью семь, и это трижды пятью семь. Нот первой группы равен двум, и Д не делится на два. Нот группы без С равен трем, и С не делится на три. Нот группы без Д равен пяти, и Б не делится на пять, и нот группы без А равен семи, и А не делится на семь. Предъявили. Ну, то есть, все совершенно четко, ясно и атласно. Мы первым делом выясняем, сколько простых делителей в этом числе может быть со свойством, что они входят в разных, значит, что минимальная степень вхождения будет одна реализована только. Но если минимальная реализована одна, значит, по крайней мере, простой точно входит в разложение и n, потому что это все его делители. Ну, вот, соответственно, мы сейчас доказываем, да, мы доказали теорему, что минимум четыре различных простых входят в эти числа, в эти делители А, Б, С, Д так, что входит именно минимальная реализуется один раз. Ну, если минимум четыре таких простых есть, значит, минимум четыре простых делителя есть в числа n. Ну, тогда мы знаем, что можно уже искать среди всех, у кого четыре простых делителя, но среди таких чисел самое маленькое число это, когда мы берем четыре самых маленьких простых делителя. Проверяем его и убеждаемся, что уже можем предъявить. И, значит, ответ 210. Это самое маленькое число такое. И вот предъявление конкретных его делителей. Ну, как вам для шестого класса? Неплохо, да? Ладно, ладно, думаете, это все, да? Ну, хорошо, сейчас, значит, мы разберем задачу попроще. Так, задача попроще звучит так. В принципе, она решаемая. Светка сама решила. Так, решается она так. Ага. Решается она так. Так, вот. Ну, так, тоже все равно, конечно, мне пришлось чуть-чуть дать наводку, что называется. Не наводку, а дать наводочку, что делать. Значит, формулируется так. Произведение 15 последовательных чисел не делится на 2 в 12. Докажите, что среднее число делится на 8. Произведение 15. А вот я не поленюсь. А вот мне хватит места. Или не хватит? Не хватит. А мне нужно выписать все, потому что с ними будет дальше фокусировка. Итак, дано. А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, А10, А11, А12, А13, А14, А15 не делится на 2 в 12. Но на самом деле это вот, значит, тут где на самом деле это А на А плюс 1, на А плюс 2 и так далее. Так вот, доказать, что А8 делится на 8. Красиво, да? Доказать, что среднее число делится на 8. Нажимайте на паузу. На самом деле вы эту задачу можете решить. Ну, по крайней мере, кто понял предыдущую, может решить эту. Вот так скажем. Кто понял, или там пред предыдущую. Это на самом деле опять про эти. Про степени вхождения простых в произведения последственных натуральных. Ну, смотрите. От противного, да? Противного. Пусть не делится. Тогда, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Потом это. Потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И они последовательные друг за другом. Это числа вида вот А плюс 1, А, А плюс 1, А плюс 2, А плюс 3 и так далее. Значит, предположим, что оно не делится на 8. Ну, тогда, значит, смотрим. Вот если оно не делится, то из предыдущих 7 хотя бы одно точно делится. Потому что подряд 8 чисел всегда делится на 8. Ну, хорошо, пусть вот это делится на 8 вместо него. Тогда, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это тоже будет делиться на 8. Итак, если центральное не делится на 8, то в этом ряду целых два числа, которые делятся на 8. Два подряд делятся на 8. И одно из них делится на 16. Потому что из двух подряд чисел, делящихся на 8, всегда одно делится на 16. После сокращения на 2 в кубе у вас останется одно четное, но нечетное. Вот то, которое четное, они будут идти подряд. И одно из них четное, оно будет еще на 2 делиться. Значит, в результате на 2 в четвертой. Поэтому где-то здесь, например, 2 в четвертой, а здесь 2 в кубе или наоборот. На самом деле, как впоследствии выясняется, это не так важно. Важно просто заметить, что два числа делятся на 8. А посередине еще число делится на 4. То есть на 2 в квадрат. Вот. Отлично. Итого у нас 2 уже в степени 9 есть. Еще есть, значит, 2 в степени 9. Но на самом деле из 15 подряд идущих чисел минимум, минимум 7 четные. И только 3 из них мы учли. Раз, два и три. Значит, соответственно, еще вот это четное, это. Ну и там вот, либо вот здесь, здесь, здесь. Либо наоборот, здесь, здесь, здесь. Ну то есть, на самом деле, мне не очень важно, как вот это все центрировано, да, как оно вот расположено. Важно, что из подряд идущих 15 чисел минимум 7 четных. Потому что они чередуются. Чет, нечет, чет, нечет, чет, нечет. Ну и, соответственно, 3 учли, 4 нет, не учли. Каждая четная даст еще одну двоечку. То есть, получается, и того 2 в первой 4 раза на 2 в квадрат, на 2 в кубе, на 2 в четвертой. Это 2 в тринадцатой. То есть, это произведение в этом случае делится даже на 2 в тринадцатой. Так что задачу можно было бы подкорректировать. А именно, дано произведение подряд 15 идущих натуральных чисел не делится на 2 в тринадцатой. Доказать, что серединная делится на 8. Тоже было бы верно. Так что вот так. Значит, раз делится, ну а у нас условие, что не делится, значит, исходное предположение расфокусировки делимости на 8 неверно. И тогда центральная обязана делиться на 8. Тогда действительно вот это и это делится на 8. Предыдущая переда 1 и следующая после А15. Ну и дальше можно построить действительно пример, когда, значит, вот, ну, собственно, просто 15 факториал. Он делится только на 2 в одиннадцатой степени. Правильно я говорю, да? 15 факториал делится на 2 в одиннадцатой. Ну, давайте проверим, да? Ню 2 от 15 факториал равно целая часть от 15 пополам, это 7, плюс целая часть от 15 на 4, это 3, плюс целая часть от 15 на 8, это 1, плюс целая часть от 15 на 16, это 0 и так далее. Все, дальше 0. Ну, 11 есть. Все. То есть 15 факториал делится на 2 в одиннадцатый, не делится на 2 в двенадцатый. Так что действительно это вот, так сказать, вот такая должна быть фокусировка у него, чтобы только на 2 в одиннадцатый делился. Чуть съехал, уже будет делиться на 2 в тринадцатый сразу. Так, ладно, это простая была, да? Так, ну что, убойную говорить? Задача ребенку на убой. На убой шестиклассника. Натуральные числа таковы, это просто олимпиадная задача. Натуральные числа А и Б таковы, что сумма А квадрат на Б плюс Б квадрат на А целая. Ну, или натуральная, не важно. Докажите, что оба слагаемых целая. Ну, так как А и Б были натуральные, то можно писать натуральные. Для А и Б натуральных доказать, что из этого следует это. Вот это шестикласснику на убой. Никто ее, конечно, не решил. Ну, или, насколько я знаю, никто не решил. Попытка объяснить ее Свете закончилась неудачей для меня. Ну, по крайней мере, с первого раза. Давайте я попробую все-таки здесь на камеру ее объяснить. Итак, это чисто научная задача. Абсолютно. Это вот тот случай, когда из школы, вот как в школу притащили настоящую науку. Итак, пусть кум простое число, любое. Любое простое число. Тогда утверждается мною, что 2 нюку А меньше или равно нюку Б, и наоборот. 2 нюку Б меньше равно нюку А. То есть, вхождение любого простого числа, степень вхождения любого простого числа в А и в Б отличается не более, чем вдвое. Ну, давайте первым делом поймем, что из этого все следует. Потому что тогда, когда я возвел в квадрат, да, ой, что я написал? Идиот. Естественно, в эту сторону. Вот. То есть, степень вхождения любого простого в А и в Б, вот эти степени не отличаются более, чем вдвое никогда. Не может такого быть. Это надо доказать. Это я буду доказывать. Но предположим, что я это доказал. Тогда все. Потому что, смотрите, что у меня происходит. Вот я беру, скажем, А квадрат делить на Б. Рассмотрим любое простое АКУ. Вверху степень вхождения это 2 нюку А. Внизу нюку Б. Значит, вверху выше, чем внизу. Значит, простое число, любое, которое входит и в А и в Б, при написании А квадрат делить на Б, полностью сокращается. В знаменателе его не остается. И так с любым простым числом, раз я это утверждаю для любого числа. И, соответственно, то же самое будет с Б квадрат делить на А. То есть, любое простое число останется только в числителе. Поэтому, когда мы разложим на множители А и Б, по основной теории арифметики, в произведения простых степенях, у вас любое простое вверху будет в большей степени, чем внизу. А значит, весь знаменатель уйдет, его не будет. А это значит, что число будет целое. Собственно, и все. Как это доказывать без основной теории арифметики? Я ума не приложу. Но с основной теорией арифметики, вот, пожалуйста. Ну, осталось утверждать, ну, как бы я утверждаю вот это, да. Ну, давайте от противного это докажем, и все. От противного. Пусть, например, да, это пофиг, как именно, да, в какую сторону. Пусть, например, два нюкуа меньше, чем нюкубе. Тогда, внимание, вот теперь внимание, очень большое внимание на экран. Тогда а равно, значит, ку в степени, ну, давайте, как мы это запишем? Мы это запишем так. Значит, у меня а это ку в степени альфа, да, где альфа как раз вот это вот. Альфа это вот это, а бета это вот это. То есть, бета строго больше, чем 2 альфа. И запишем, а равно ку в степени альфа умножить на а с волной. А с волной не делится на ку. Это строго по определению того, что такое степень вхождения. Можем записать, да, раз она равна альфа, то вот так. Так, б равно ку в степени бета умножить на б с волной, которая тоже не делится на ку. И тогда пишу а квадрат делить на б плюс б квадрат делить на а. Равно а равно ку в степени 2 альфа. Так, давайте я напишу, бета равно 2 альфа плюс t, t больше нуля. Вот так. Еще круче. Чтобы прям выделить, что вот настолько больше. Тогда это ку в степени 2 альфа на а с волной в квадрате. А с волной в квадрате не делится на ку, подоказанной Леме, да, что произведение двух чисел не делится на ку, не делится на ку. Так, делить на ку в степени 2 альфа плюс t умножить на б с волной. Плюс б в степени, ну, вообще дохренища, да, 4 альфа плюс 2t на б с волной. И делить на а в степени, ой, какой б? Ку. Ку в степени это, делить на ку в степени альфа на а с волной. Да, тут в квадрате. Все. Это я расписал. Вот просто я взял строго по определению, потому что такое степень вхождения. И теперь я произвожу сокращение. Вот здесь получилось а с волной в квадрате делить на ку в степени t и на б с волной. Вот это число делится на ку. В силу условия, что б бета больше 2 альфа. Тут вот это t появляется. Ладно, пусть делится. А это вверх не делится на ку. Отлично. А тут что? Тут ку в какой-то грандиозной степени 3 альфа, там, плюс 2t, которое сильно больше нуля, да, на б с волной в квадрате. Это тоже делится на ку. А внизу остается а с волной, которая не делится на ку. Это делится на ку. Так? Это делится на ку. Хорошо. Теперь я привожу к общему знаменателю все. У меня получается внизу а с волной на б с волной на ку в степени t и это делится на ку. Вверху а с волной, возведенная в куб, и она не делится на ку. Плюс ку в какой-то значительной степени r, большое, тут я их умножаю, да, умножить там на б с волной в кубе. И теперь у меня число, которое должно быть целым, но у него знаменатель делится на ку, числитель не делится, потому что представляется в виде суммы не делящегося и делящегося. Если сложить число, которое делится на ку, с числом, которое не делится на ку, получится число, которое не делится на ку. Если число, которое не делится на ку, разделить на число, которое делится на ку, получится не целое число. Никогда. Вот и все. Теорема доказана. То есть из предположения, что где-то нарушается вот такое неравенство, мы вывели, что соответствующая сумма не может быть натуральной. В этот момент возникнет делимость на... Числите из 0,7 не сократятся полностью число, не делящееся на Q. Никогда она целого не может разделиться на число, которое делится на Q. А значит, это предположение было ошибочным, и значит, эти неравенства выполнены. А тогда оба эти выражения являются целыми числами. И все. Такое действительно бывает и очень много раз. То есть здесь как бы нужно доказать что-то в ситуации, когда предположения вполне себе там очень часто реализуются. Не знаю, какие-нибудь там 17 на 11 в пятой на 13. Это А. А В, например, 17 в квадрат на 11 в кубе на 13 в квадрат. И вот ситуация, которая именно такова, что А квадрат делить на В плюс В квадрат делить на А натуральное. Ну и оба числа, вот эти, тоже будут натуральные. Там все сократится. Потому что степень отличается не более чем вдвое. Ну вот. И, собственно, мы подбираемся к последней задаче в этом листке, которая, в общем-то, попроще, чем эта. Попроще, чем две самых гробовых. Ну и вот, как бы, после этого вы уже можете работать с делимостью, если вы это все освоили. Ну, если вы в шестом классе это освоили, вы гений. Просто гений. Без разговоров. То есть, если вот кто-то из шестиклассников понял это все, ну все, тогда на всех олимпиадах вперед. Межнар ждет вас. Однозначно ждет. Последняя задача. Даны три попарно различных натуральных числа А, Б и С. Дано. Ну давайте я сразу напишу, пусть А меньше Б. Вот, чтобы как бы сразу их перечислил в порядке возрастания. Даны три попарно различных натуральных числа А, Б, С. ДОКОЖИТЕ, что А плюс Б на Б плюс С на А плюс С не является степенью двойки. Ставьте на паузу. Это возможно решить самостоятельно. Поэтому порешайте вначале. Ну а теперь я ее разберу. Ну, естественно, от противного. Пусть нет. Пусть... Пусть да. Пусть это степень двойки. Тогда, я прошу прощения, А плюс Б это степень двойки. А плюс С это степень двойки. И Б плюс С это степень двойки, потому что... Ну, потому что у степени двойки только одно разложение на множители может быть и через степень двойки. Да, основной теремии арифметики утверждает, что все эти множители тоже являются, значит, соответственно, имеют только один простой делитель 2. Вот. Значит, они все тоже степень двойки. Но теперь внимание. Внимание. В силу того, что А меньше Б, АБ меньше С, получаем, что А плюс Б меньше А плюс С. Потому что Б меньше С, значит, если прибавить А, то будет тоже меньше. С другой стороны, так как А меньше Б, то если я здесь заменю А на Б, то тоже будет меньше. Поэтому К меньше С и меньше Т. То есть это различные степени двойки. Все три различные степени двойки. Но дело в том, что 2 в степени К плюс 2 в степени С тогда обязательно меньше, чем 2 в степени Т. Ибо 2 в степени Т минус 1 плюс 2 в степени Т минус 1 равно 2 в степени Т. А здесь как минимум и точно, что k строго меньше, чем t-1 Еще s может быть равно t-1, да, при этом условии Но k еще меньше, значит, соответственно, k меньше, чем t-1 Значит, эта степень двойки меньше, чем t-1 А это не больше, чем t-1 Тогда их сумма меньше, чем сумма t-1 и t-1 Но t-1 плюс t-1 степень двойки, это следующая степень двойки Дважды, два, член из первой Вот, то есть мы должны получить, что сумма вот этих двух меньше этой Ну и пишем a плюс b Плюс a плюс c, значит, соответственно, меньше, чем b плюс c Ну это уже просто явная противоречия после сокращения 2 меньше нуля И вуаля А натуральное число Все, вот такой листочек был Жесткий, но справедливый Для девятого класса Маткульт, пока!